8 утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Крачаева Черкесия. С вами Руслан Куркмазов и Светлана Шаганова. Сегодня мы узнаем, какую оценку получило наше общество в отношении к бездомным животным. Начинаем, поехали. Но вначале мы узнаем полезную весть. Весть от нашего информационного партнера. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. В это прекрасное субботнее утро. Поздравляем с днем рождения Дмитрия Ивановича Андрюшкевича. Он сосед Светлана Шаганова. Да, самые искренние и теплые пожелания вам сегодня адресуют супруга, сын, внучка Ксения и ваши близкие соседи. Светлана Шаганова. От всей души вам желают крепкого здоровья, долгих лет, отличного настроения, радости и удачи. И в это солнечно-осеннее утро для вас звучит эта песня. Шла девчонка за водой, Марин звал ее с собой. Мы убежим с тобой, мы убежим с тобой, мы убежим с тобою за судьбой. А вы наша стуса, а вы наша стуса, а вы наша стуса, а вы наша стуса, а мы только к 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 Мы убежим с тобой, мы убежим с тобою за судьбой. Мы убежим с тобой, мы убежим с тобою за судьбой. Мы убежим с тобой, мы убежим с тобою за судьбой. Мы убежим с тобой, мы убежим с тобою за судьбой. Мы убежим с тобой, мы убежим с тобою за судьбой. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. У которого папа британец, мама из Черкесска, ему быстренько нашелся хозяин. И вот возникает вопрос, действительно ли, если собака взрослая, то как и в детдоме взрослые дети не могут найти семью? Насколько это сложно? Да, действительно, собака, если возрастная, то шансов у нее, что она обретет дом, то есть 10% из 100, и то это очень редко, когда берут возрастную собаку. Но люди должны понимать, что когда животное в приюте, и тем более возрастное, ей очень сложно в приюте. И ей нужен дом, ей нужна семья. На данный момент Марта у нас слепая, глухая, то есть ничего не видит, не слышит. Нарядная она, сегодня даже наряднее, чем наша Светлана Шаганова. Да, она дама уже пенсионного возраста, ей 16 лет. В марте больше 16 лет. Какое платьице у нее? Она вот сейчас ищет себе дом ответственного хозяина. А как она вам попала, скажите, пожалуйста? Ну, в ноябре месяце прошлого года позвонили тоже люди, обратились за помощью. Приехав на место, мы думали, что собака уже погибла, но нет, Марта была живая, мы ее отвезли в клинику. Она лежала под кислородным аппаратом, то есть врачи ее вытянули. И вот живет уже с нами год. И за год вы не можете найти хозяина? Нет, мы очень много раз выставляли объявления, искали именно, может, пожилой человек согласиться взять пожилую собачку себе, то есть в дом. Но, к сожалению, никто не отозвался. А скажите, пожалуйста, а кто ей платье-то подарил? Ну, у нас был один претендент, кто хотел ее взять в свою семью. Ну, походили, пообщались. Свадебное платье подарили, а не женились, да? Не женились. Походили, пообщались, но в итоге, к сожалению, не взяли. А скажите, пожалуйста, вот вы после того, как ДТП произошло, отвезли в клинику, сколько удовольствия стоило откачать собачку? Ну, я на данный момент уже не помню, но сутки в стационаре для собаки 500 рублей без манипуляций, без всего. То есть это в 500 рублей входит только кормежка и, как бы, что животное находится в клетке. А есть лекарства, кислородная маска? Ну, это очень дорого обходится. И 2 500, и 3 500 в сутки бывают. Если в другом городе, в Ставрополь мы иногда возим животных. То есть получается, лечить собачку дороже, чем лечить человека от коронавируса? Ну, это можно сказать и так. То есть в Ставрополе вообще у нас сутки бывают и 6 тысяч, и 5 тысяч. Зависит от, что с животным произошло, от веса животного тоже очень многое зависит. Это очень дорогое удовольствие на самом деле. Вот был шикарный репортаж Светланы Шаганова о вашем приюте, про кошек и собачек. И вот хотелось бы спросить, во время пандемии множество фондов появилось, которые, может, для саморекламы некоторые делают, пусть даже никто не обижается, начинали помогать и богатым, и не совсем бедным, муку отвозили, подсолнечное масло, заботу проявляли. А проявляет ли наше общество заботу о бездомных собачках? Нам, к сожалению, никто не помог за вот этот период, когда людям помогали. Нам никто не помог, ни разу никто не помог нам. Хотя в Конституцию внесли поправку о животных. О защите животных, об ответственном обращении с животными. Но поймите, когда у человека нет совести, никакая Конституция не поможет. Я думаю, что любителей собак и кошек великое множество, наверное, во всем мире. Но таких фанатов, как ты, Анар, наверное, единицы, а может, ты вообще единственный экземпляр. Но еще смотри, Свет, он реально помогает собакам. А многие как любят кошек и собачек? Только лайк поставить в Инстаграме и сказать ми-ми-ми, как это мило. Ну, вот он один создал этот приют и ухаживает за ними. Это очень сложно. Я знаю, что ты ищешь сейчас добровольцев, волонтеров. Да, я ищу добровольцев, волонтеров. Как-то хочется привлечь студентов, школьников. Так как я тоже начинал это в период, когда я учился в школе. И как-то я уделял время и учебе, и животным. То есть на данный период животных у меня очень много, очень тяжело одному как бы справляться. Хотелось бы найти пару человек. Вот 3-4 человека, все, проблема решена. Неужели в Карачаево-Черкесии не найдется таких вот просто 3-4 человека, которые любят и хотят помогать животным? Ну, вот ты отдаешь всю свою душу, все свое сердце, да, всю свою любовь вот этим прекрасным, замечательным животным, как вот Марта, да? Но многие говорят, что не аферист ли Анар? Да, и извините меня, наживаешься, что ты себе крутые тачки купил, бассейн построил. А у Анара даже нет водительского удостоверения. Да, у меня даже нет водителя. А может, вы наняли себе персонального водителя? Вот, возможно, да, Светлана Шаганова. Да, и вот сегодня утром, Марта, на чем вы сегодня приехали? Вы приехали сегодня на такси? На такси, в которое нас еще сажать не хотели. Вот, конечно же, это очень много людей, которые говорят, аферист, все ради хайпа. Ну, приходите, хайпуйте, вы тоже. Если это такой хайп, если... А для чего вам это надо? Вот я хочу задать вопрос с точки зрения тех, кто получает гуманитарную помощь от благотворительных организаций, в виде, там, может быть, гречки или риса, они говорят. Вот государство выделяет деньги, вот то, что не доворовали, вы и народу, типа, для показухи раздаете. Может быть, вам государство тоже выделяет деньги, а вы для показухи вот Марту приводите на телевидении? Платиться таком. Платиться, да, свадебно. Нет, мы существуем на пожертвования, только на добровольные пожертвования открываются сборы, больше ни на что, к сожалению. Но все равно не так много этих людей, да, которые безвозмездно помогают вам финансово. Да, очень мало людей, кто помогает, да, в период, когда вот началась пандемия, очень мало помощи, естественно. То есть еле-еле собираем даже на тот самый корм. Анар, вот любое животное, если на него в глаза посмотреть, вот, кутички, это зеркало нашего общества, то есть наше отражение. Вот хочу теперь задать вопрос. По отношению к животным в нашей республике, по десятибальной шкале, какую вы оценку поставили бы уровню развития нашего общества? Конечно, мы до европейского еще не доросли, когда собачек там холят и лелеют. У нас, слава богу, хоть не убивают так публично. Убивают. Такое тоже, да? Убивают. Ну вот какую оценку вы поставили бы? Два. Два. Здесь идти. Два. Но это уже не кол. Это уже не кол. Ну, есть у нас, очень много людей есть, которые любят животных, действительно любят их после открытия, вот, ну, я не знаю, может на меня люди смотрят, может на кого-то еще смотрят. Очень много людей, вот, появились зоозащитников, которые и, как бы, на объявлениях выставляют там иногда, что собака укусила ребенка, там, собака перебежала дорогу. Очень много людей, которые защищают именно этих собак, и это уже хорошо. Спасибо большое, Анар, за это прекрасное утро. Мы желаем здоровья вашей Марте. Добавить внимание всю жену Марту и обратиться к нашим телезрителям, что Марта, вот, такая замечательная, красивая, в розовом платьице. С бантиком. С бантиком. Ищет хозяев, добрых хозяев. Очень ждет. Да, она ласковая. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо. Эту красавицу выбросили хозяева, потому что ребенка появился новый каприз. Годовалая кошечка привита, стерилизована, обработана и имеет аристократическое воспитание. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. А сейчас внимание. В селе Дружба сегодня праздник. Семь лет исполнилось Джамиле Таулановне Дженебековой. Она пошла в первый класс и хочет стать врачом, чтобы спасать людей, как папа Таулан, работающий врачом скорой помощи. Тебя, Джамиля, поздравляют твои чудесные родственники из Нового Карачая. Мурадби, Армида и Осия. Желают хорошо учиться и приносить домой полный портфель пятерок. Таким мы сделали это бодрое, полезное утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока.